Ну что, друзья, вы видели мои предыдущие ролики и знаете, что в следующем году на Евровидение от Армении поеду я, мальчик-девочка, мальчик-девочка. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите. А тут возникла такая тема, произошли дебаты между Байденом и Трампом. И вот я увидел это позорище американского народа и хочу сказать, что может быть вместо Евровидения меня выдвинуть на президента Америки. А хлопцы, как думаете? Можно? Чем уни? Друзья, весь мир увидел это позорище, эти дебаты, петстаркуватых, где один старик другому старику доказывает, что он, значит, в тонусе. И бросается разными словами, несмотря на то, что эти дебаты Байден проиграл, тем не менее, честно говоря, я до сих пор под впечатлением. Весь мир в шоке. И несмотря на то, что Байдена поддержало 33%, мы знаем, что это не просто любители демократов американских, а это люди, которые категорически не приемлят, чуть не сказал Путина, Трампа. Не приемлят они Трампа. Трамп держался молодцом, но, как оказалось, эксперты проанализировали его высказывания, и получается, за эти полтора часа эфира Трамп соврал более 33 раз ложные высказывания. Значит, один дедуган имеет уголовное дело по 34 предъявленным обвинениям. Это я про Трампа говорю, вы в курсе. У Байдена ситуация не слаще, потому что вы знаете историю с его сыном. Это история старая и новая. И я думаю, что вид Байдена именно такой, каким он был на этих дебатах, когда он просто не был на себя похож, и, в принципе, он был просто бледной своей тенью. И это вопрос не просто возраста. Я думаю, что те события с его сыном, реакция в результате у него такова. И вот мы его увидели в кадре таким, который не может ни объяснить ни одну цифру и не сказать ни один, безусловно, аргумент. И, ну, еще расскажу, что, конечно, эти дебаты – это позорище американского народа. Но я говорил свою твердую оценку и свое твердое мнение давно о том, что я думаю, что на этих выборах американских, которые пройдут какого-то там 5 ноября, как минимум, Байдена не будет. От демократических сил там будет другой кандидат. Возможно, это даже будет женщина. Вы знаете, что сейчас об этом говорят. Но мне кажется, это очевидная абсолютная тема. С другой стороны, в Америке происходят неплохие процессы с точки зрения экономики. Экономика расцвела, в том числе и за счет Украины, да, за счет военных заказов, за счет тех механизмов, которые они запустили. Они дают 60 миллиардов долларов, из которых там половина остается в Америке на производство вооружения и так далее. Но в любом случае я хочу сказать, что эти выборы показали вот ту прямую картину. Картина борьбы старого света с новым светом, да? И то же самое происходит в Российской Федерации, где кровожадный старый черт и демон не хочет отдавать власти, да, хлопцы? И развязали шакалы против нас войну. У варваров все равно будет варварская смерть. Кто к нам с мечом пришел, тот от меча и погибнет, да, хлопцы? У меня тут петрымка е, поэтому вся Украина перет. Друзья, в прямом духовном смысле борьба старого света с новым светом. Но мы говорим про старый свет не про формат традиций, да, потому что это основа, это мироздание, это Господь Бог прежде всего. А мы говорим непосредственно о том старье, о том, знаете, который этот нафталиновый запах, да, вот у некоторых в доме, допустим, есть еще со старых советских квартир. И Трамп, и Байден, это вот тот самый нафталиновый запах. Давно пора дать дорогу молодым, и мы видим, какие процессы происходят в Америке, во что превращается Америка. Украина в этом плане большой пример, когда во власти присутствует большая часть молодых, там, под 40 лет, старше 40 лет, да, но это на фоне политики, которая происходит в европейском мире в целом. Ну и вы знаете эти тенденции, то, что касается того же Макрона, и украинская власть, в общем, в этом плане впереди планеты всей. Борьба продолжается, тот, кто изучает духовные практики, знает, что эта борьба займет еще какое-то время. И мы с вами, конечно, прошли уже тот самый перекресток того самого духовного времени, когда процессы ускоряются. Время сжимается в шесть раз, то бишь ускорение произошло примерно в шесть раз, количество катаклизмов увеличивается, но при этом у людей есть возможность очень сильно поменять свою жизнь, вот так вот очень легко. И на наших с вами глазах происходит колоссальное изменение, правда и со скрипом, этого самого старого нового мира. Байдену желаем здоровья, сил, чтобы он окреп и чтобы перенес трагедию по поводу сына, своего, его тюремного срока, его осуждения. Вы знаете, что Байден заявил о том, что сына, он как президент Америки, не будет подавать на помилование. И это, конечно, тяжелый и отчаянный шаг со стороны президента Америки. Но это честно. Посмотрим, как будут развиваться эти события, быть президентом, действующим президентом Америки, и при этом, чтобы твой сын был осужден. У Байдена вообще в этом плане с сыновьями, знаете, сложная история, вы помните. Ну, а то, что касается Трампа, всегда вспоминаешь фильм «Лжец, лжец, лжец». Но я хочу вам сказать, что Трамп предвыборной кампании, Трамп-бизнесмен, это один человек. Но Трамп, который становится президентом Америки, это совершенно другой человек. Он входит в рамки законодательства и проявляет все чудеса, так сказать, договороспособности. Мы помним, когда он был президентом и на что он способен, и не так страшен в данном случае черт, как его молюют. Пишите свои мнения в нашем комментарии обязательно, и обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наше интернет-видение Кап ЮАЭМ. Ставьте обязательно лайк, ух, чудо какое, и привет. У нас тут очень много помощников, знаете, поэтому собачки, детки и так далее. И ставьте лайк, это еще плюс 10 человек благодаря вам посмотрят наше видео. Пишите свои комментарии обязательно, делитесь своими мнениями, что вы думаете по этому поводу, и какую-то инсайдерскую информацию, которую вы знаете. Это всегда очень и очень интересно. Пишите, кроме того, что комментарии и лайки, делитесь нашим видео, если вам нравится то, что мы делаем на нашем интернет-видении. Мы вещаем с нашего интернет-видения Кап ЮАЭМ, Украина-армянского интернет-видения, уже более 21 месяца. Присоединяйтесь и делитесь обязательно нашими видео, если вам нравится то, что мы делаем. Поэтому будь мой орач, друзья. Орачи только орач и кап и мяч. Я пошел на выборы, готовиться на выборы американского президента. Это будет выбор американского президента с армянским акцентом. Ясно? Целую вас, мои сладенькие. Продолжение следует...